Всем привет! С вами снова я, Тюня, и это история о неуспешном успехе. История о том, как я написала литературу на 56 баллов, но все равно оказалась на жирфаке МГУ. Приятного просмотра! Кстати, это видео я снимаю без какого-либо сценария, потому что я считаю, что это такая тема, на которую нужно размышлять искренне, без заготовленных. Я могла бы расписать, конечно, по пунктикам, что бы я хотела рассказать, но я считаю, что вот как у меня изнутри будет идти, так и будет идти. Поэтому, если я где-то путаюсь, извините. У вас, кстати, возможно, вы уже заметили, в описании будут написаны тайм-коды, и какая тема вас больше интересует, вы можете перейти. Это видео будет отличаться от всех других баллов... баллов... От всех других видео про ЕГЭ, потому что здесь не будет успешного успеха. Все ставки были поставлены на то, что я суперкруто напишу ЕГЭ и поступлю на бюджет, но этого не произошло, потому что нужно учитывать все нюансы и иметь план Б, которого у меня не было. Это видео ни в коем случае не создано для того, чтобы навести панику. Я хочу показать реальность. Вот давайте подумаем, куда деваются люди, которые не написали на сотку, на 90, ну, допустим, 80+. Они вот они. Сейчас вот она я, вы смотрите это видео от меня. Мне очень грустно, что многие скрывают реалити ЕГЭ под предлогом их бессилия. Я безумно рада за тех, кто написал на 100 баллов. И вообще в целом, тот, кто написал на те баллы, которые хочет, самый крутой балл это тот, на который вы рассчитывали. И выше. От всего сердца, потому что я знаю, насколько это тяжело и сколько нужно потратить на это сил и нервов. Из всех четырех предметов, которые я сдавала, три предмета оказались успешными, кроме одного. Это литература, которую я написала на 56 баллов. Русский у меня 89, общество знания 86 и математика написана на 21 балл из 22, вроде бы. В общем, пятерка. И мои пробники тоже были написаны на 80+. Это можно было бы скрыть под предлогом того, что, ну, там, проверяю, там, твой репетитор или, не знаю, там, твой учитель. Но я писала пробники в трех местах. Это мой репетитор, это умскул и это мой учитель литературы. Я прям четко помню 83, 86, 91. Это вообще оставалось где-то меньше месяца до экзамена. Я пишу пробник на 91 балл вообще без каких-либо подсматриваний, без всего. На тот год это было две ошибки. Про баллы в этом году я вообще молчу. Это безобразие, я считаю. Вот, пожалуйста. Еще вопрос? Я заплакала в тот момент. Вот тогда я поняла, что, Ксюш, у тебя все будет круто, все твои мечты исполнятся. Нет, это не совсем так. Давайте перейдем к самому экзамену. Все шло реально очень хорошо. Прям на предбаннике я такая, все, ну, я готова. Я вышла с полным ощущением, что у меня сотка. У меня было сомнение только в одном тестовом задании, которое очень круто нам подобрали. Там был спорный момент. И на ЕГЭ такое может встретиться и встречается часто. И проходит несколько дней, и наступает общество знания. Начинают присылать баллы за день до этого экзамена. Я думаю, ну, смотреть, не смотреть. Совет, не смотрите. Если вы думаете, что вам поднимет эта мотивация, подумайте о том, что ваши планы могут разрушиться. И все может быть не так. Всегда должен быть план Б, которого, повторюсь, у меня не было. Мне пришли баллы ночью. Прям вот в день экзамена. Я просыпаюсь, и я думаю, а что мне терять? Конечно, я переживала, но я была уверена, что у меня хороший балл. Я прям помню это чувство. Я такая, да там не будет плохого. Типа, ну что там будет баллов 70? Я открываю, там 56. Моя первая реакция... Мне кажется, я сейчас начну плакать, если честно. Нет, такого не должно было быть. Мне очень, правда, страшно, что сейчас по ту сторону экрана кто-то начнет плакать вместе со мной, потому что у вас скоро тоже литература. Но, ребят, давайте мыслить разумно. У меня такая реакция, потому что мне обидно за ту Ксюшу, которая была. Не которая сейчас. Я повторюсь, у меня вообще все замечательно. Моя первая реакция... Я прям судорожно очень часто проговаривала, что я не сдала, я завалила. Я никому об этом не рассказывала. Напомню, через час я должна была стоять уже во дворе своей школы, быть готова писать экзамен по обществу знаний. А единственные мои мысли, что я завалила. Я не помню, кому я рассказала в тот день, потому что у меня все время крутилось в голове, что я никому не говорила. Но когда я начала анализировать, я вспомнила, что я сразу написала своим друзьям, своей компанией, ребятам самое убийственное, что было за тот день. Абсолютно все вокруг спрашивают, ну что, сколько у тебя баллов? А единственные твои мысли — это не думать об этом. Конечно же, я молчала, никому не говорила, потому что у меня стояло в голове, что те люди, которые пишут на низкий балл, они тупые. Вот прям честно так вам открыто говорю. Я была полностью уверена, потому что я писала на 50 чем-то баллов осенью. Что вы делали, собственно, всю подготовку? Бывают, оказывается. Кстати, интересная история, потому что моя классная руководительница, оказывается, тоже знала мои баллы по ЕГЭ, по литературе. Она тоже была в полнейшем ужасе. У нас по школе сдавало три человека литературу. Вот я написала на 56, другая девочка написала на 62. Третья девочка — это, кстати, моя подруга, и я забыла, насколько она написала. Если не ошибаюсь, 52 или 54. Я не помню. А не извини меня. Я думаю, ты смотришь это видео. Привет. Та девочка, кстати, тоже круто писала пробники, которые на 62 написала. Кстати, она поступила в Питер. В общем, моя руководительница знала мои баллы, и она точно так же, как и я, делала вид, что она ничего не знает, потому что она прекрасно понимала, что у меня сейчас экзамен. Но когда я зимой приходила в школу и разговаривала с ней, мы подловили друг друга на этом интересном моменте. Самое страшное для меня — это было само поступление и сказать об этом родителям. Мы с мамой ныли очень долго. Я помню, как мы сидим на кухне, у нее слезы, у меня слезы. Мы просто молчим. И самое большое мое заблуждение — это что родители меня не поймут. Но если бы не они... Я бы сейчас не снимала это видео, я бы вообще здесь не сидела, если честно. Все, я написала общество знания, я писала его со слезами на глазах, написала я его круто. Потом, когда я увидела баллы по общество знания, я заплакала из-за общества знания, но уже потому что я ожидала там увидеть типа тоже там 60 баллов. Фух. Все хорошо, все хорошо, идем. Кстати, другой интересный факт. Я не могла подать на бюджет во многие вузы только потому, что у меня нет 60 баллов минимальных. А еще обиднее факт, что во многие вузы я проходила на бюджет, но, напоминаю, у меня не было 60 набранных баллов, и я даже не могла подать документы. Вот такие вот у нас правила. И здесь я хочу вам сказать очень важную вещь. Ни при каких обстоятельствах не сдаваться и верить в самое лучшее. Что бы вы не увидели после ЕГЭ, какие бы баллы вы не увидели, они вообще никак не определяют вас. Напоминаю, что ЕГЭ — это фортуна. Ну, не только фортуна, понятное дело, это ваше знание. Еще раз хочу выразить огромную благодарность своим родителям. Я знаю, что и мама, и папа смотрят это видео. У меня поступление в Москву стояло как цель с самого детства. Если и тут я бы облажалась, все, пиши пропало. Я начала искать какие-то направления. Я была готова поступить на библиотекаря. Что-то еще там было. У меня были планы либо готовиться параллельно к ЕГЭ, либо остаться в Орлею и готовиться параллельно к ЕГЭ, либо, ну, и работать. Я не знаю, у меня очень было много мыслей, но меня родители сильно поддержали. Я даже поругалась с папой и с мамой. Больше с папой. Потому что я не верила в себя. Я скорее не верила в то, что я вообще могу сюда поступить. Напоминаю, что журналистика это такое направление, где очень много вступительных. И в каждом вузе они свои. И тоже нужна подготовка. Моя уверенность настолько сильно упала, что я до сих пор замечаю за собой боязнь писать сочинения, эссе. Я даже какое-то время ходила у себя на журфаке, на мастерскую по копирайтингу просто для того, чтобы побороть свой страх. В литературе мне снизили баллы за логику и за речь. Ни пунктуация, ни грамматика. Вообще, вообще-то все хорошо, ребят. Просто логика и речь. Я молчу про то, что это единственные пункты, где можно снизить, как в голову придет. Я не отрицаю этого факта, что у меня есть ошибки в сочинении. Но также я не отрицаю этого факта, что мои 56 баллов, они не заслужены. Не знаю, не знаю. Ладно, цель этого видео другая. Пришло время вступительных. Напоминаю, что я не верила в свои силы. Все лето. Давайте так. У меня последний экзамен, я пыталась недавно вспомнить, был либо 28, либо 24 июля. По-моему, 28. В общем, весь июль. И июнь я потратила на подготовку вступительную. И, скорее всего, это было намного тяжелее из-за моего страха. Когда я увидела свои баллы вступительные на медиаком, я написала на... Тоже не помню, ребят. На 80 чем-то. Просто для меня это, правда, как страшный сон. И вот такие факты ты реально забываешь. Если честно, как бы я не хотела качественно снять это видео, у меня нет желания узнавать все эти факты. Потому что, опять-таки, цель этого видео другая. И я вижу, что я прохожу на платку. Я вообще не верила. Вообще у нас в этом году на медиаком был очень низкий проходной балл на платную основу. Но по прошлому году... Короче, я проходила. Я вот там на высоте была. То есть у меня было еще в запасе там 100 с чем-то баллов. Ничего переживала в целом. Кстати, еще один интересный факт. Люди, которые учатся на бюджете и на платке, никак не отличаются. Честно, у меня первое время и до сих пор. Многие удивляются, что я на платке. Сколько раз прозвучало слово платка? Это правда. Есть люди, которых можно вычислить, но в основном, опять-таки, это за счет того, что ну очень низкий проходной балл у нас в этом году. В целом люди не отличаются. Это еще раз подтверждает тот факт, что ЕГЭ вообще вас никак не определяет. Подводя всему этому итог, я хочу сказать, что я сейчас в правильном месте. Меня окружают правильные люди. Я многому учусь, я многое познаю, и ЕГЭ... Что-то такое маленькое. Тут маленькое в моей жизни. Конечно, это можно оправдать тем, что, ну, у нее просто есть деньги, чтобы платить за обучение. И это действительно так. Но поверьте, все не так просто. Если бы не мои старания, если бы не мои усилия, и все-таки не если бы моя маленькая вера, если бы не вера моих родителей, если бы не вера моих друзей, я бы сейчас здесь не оказалась. Это тот случай, когда решают не только деньги. И я уверена, что даже если бы не было денег на обучение, я бы справилась. Я такой человек. Я целеустремленная. Иду вот так вот. Поэтому я бы точно, может быть, сидела и не конкретно на этой локации, но точно где-нибудь сидела и вещала вам эту историю. В общем, ребят, итоги этого видео. Во-первых, верьте в лучшее. Во-вторых, ищите план Б. Он просто необходим, чтобы не разочароваться еще сильнее. В-третьих, все будет как будет. Честно. Не обесценивайте себя и все старания не окупятся. А на этом было все. Всех люблю. Всех целую. Все у вас будет окей. Не покавка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok